Всем привет! Спасибо, что заглянули. Мы с Юлей по доброй традиции решили к Дню космонавтики пораскрашивать всякие космические картинки. Я тут подготовила целую стопку, но вообще, как выясняется, мне кажется, большинство космических картинок мы уже с Юлей в том году раскрасили. Поэтому давайте смотреть, что осталось. Опять же, картинки, как и в прошлом году, я условно делю на две категории. То есть в целом мы раскрашиваем космос, но для себя в приоритет я ставлю, так как День космонавтики, те картинки, где есть космонавты и есть, скажем так, космические корабли. И первая книжечка — это «Космос». Вот как раз в том году я ее неплохо пораскрашивала, но здесь есть еще что раскрасить. То есть здесь остались и космонавты. Такие картинки я здесь в расчет не беру. Ну, вот, опять же, космонавты здесь есть. Еще вот здесь всякие разворотики с космонавтами остались у меня с космическими кораблями. Это как раз я в том году раскрашивала. Всяких пришельцев и наполнятяшек я здесь в расчет брать не буду. Ну, и, соответственно, летающие тарелки тоже. Вот, опять же, кстати, у меня в другой раскраске он же здесь будет. Такой вот, опять же, можно просто как отдыхалочку разворотик раскрасить. Но я не очень паттерны люблю. Вот еще у меня такой забавный космонавтик остался. Ну, в общем, здесь хватает. О, это у меня прям самая любимая картинка в том году была. Раскраска для сильно уставших. И здесь у меня остался вот такой космонавтик. Здесь еще был очень классный космонавт. Вот такой. Вот, в день я его уже раскрасила. В удивительных цветах. Но, наверное, я ее уберу, потому что смысла нет. Там точно такой же космонавт есть. Ну, или здесь раскрашу. Посмотрим. Дальше есть в Кавайе всякие маленькие картиночки. Их просто как отдыхалочки. Опять же, можно пораскрашивать. Здесь много такой ерунды. И вот в том году я раскрашивала вот такую картинку. Ну, это так. Если захочется что-нибудь быстренькое раскрасить. И еще вот такая забавная у меня книжка есть. Так и не начинала я ее. Лежит, ждет. Может быть, в этом году как раз начну, потому что картинок не так много. Здесь, опять же, есть и ракеты всякие космические, и космонавтики. Надо бы уже к ней как-то приобщиться. Далее пельмешек. Но он относится у меня к теме таких условных космических картинок, потому что здесь... Такая картиночка есть. Ну, то есть как бы космос, но не совсем то, что я бы хотела. Поэтому я эту книжку себе беру для этого раскрашивания. Но буду ли я ее затрагивать, я думаю, скорее всего, нет. Хотя у меня есть такая кромольная мысль здесь пораскрашивать... Так, это не та картинка. Я хотела здесь пораскрашивать маркерами, причем... Ну, здравствуйте. А где же картинка? Вот здесь я хотела пораскрашивать маркерами, потому что здесь нет картинки. Перепутала. Вот, в общем, посмотрим. Есть, опять же, ветер цвета индиго, волшебные приключения, и здесь всякие космические картинки. Их можно как-то стилизовать, сделать под космос, но, опять же, они у меня, такие картинки, мне в приоритете. Небесные мандалы. Ну, в целом. Есть всякие космические мандалы. Я думаю, что вот ее я затрону. Есть у меня прекраснейший кошачий космонавт. Я еще в том году его хотела пораскрашивать, но руки не дошли. Наверное, в этом году настало его время. Он дождался. Ну, потому что здесь прекрасно все. Здесь есть как раз-таки космические корабли, и шикарнейший космонавт-котик, и всякие планетки. Ну, в целом, идеальная картинка для этого раскрашивания. Так, дальше мифографика Парадайз. Здесь много космических картинок, но это как раз вот те, которые просто космос. Вот эта мне очень картинка нравится. Давно на нее смотрю. И еще вот такая. Ну, ее, мне кажется, я никогда в жизни не раскрашу. Я не знаю, как раскрасить. Как будто бы это воду, под которой находится космос, на лодке, где плывет мальчик. Я не знаю. Мне кажется, я никогда это не раскрашу. По номерам одну взяла. И здесь 82-я картинка. В том году тоже хотела ее взять, но раскрасила другую. Может быть, в этом году дойду до нее. Вот она у меня не раскрашена. 82-я картинка. И остается у меня на сон грядущий. Здесь есть паттерны с планетками. Можно фломастерами раскрасить. И Каролина Кобяковская. Здесь вот такая девочка в космосе. Думаю, ее обязательно тоже раскрашу, потому что картиночка совсем простая. И вроде как у меня книг больше нет. Но это из того, что я так плюс-минус на скидку сейчас нашла. Наверное, где-то еще попадется. Если какие-то книги добавятся, то я, конечно же, вам еще покажу. Поехали! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Такой космонавт обнимает землю Раскрашивать маркерами Какими не жалко Вот и потом Может быть еще Вот эту пораскрашиваю и Каролину Кубиковскую Ну что ж Я готова поделиться с вами результатами Мне кажется это будет чудо Если это видео все же выйдет Потому что у нас как всегда с Юлей миллион приключений Но давайте Я с вами уже поделюсь своими результатами Они у меня совсем скромные Потому что я как всегда все делала В последний момент И начнем же С отважных космонавтов Эта отдыхалочка Она неприлично мало времени у меня заняла Здесь просто маркеры И белая гелевая ручка Чисто такие номинальные тени Но я эти раскраски в целом Для этого и держу Просто Просто раскрашивать для своего удовольствия Небесные мандалы И по-моему Из всех книг Которые я вам сейчас покажу Это была самая трудозатратная по времени Плюс еще Я когда начала раскрашивать Я никак не могла понять Что здесь в середине Что к чему относится Что где раскрашивать Такая вот она пестрая получилась Ну вроде бы Разобралась в конце концов Не могу сказать что ей прям очень довольна И здесь Блестящие гелевые ручки И фломастеры Мне вообще нравится такое сочетание Чего-то матового с блестящим Смотрится интересно Но сама мандала по-моему Очень пестрая Я люблю как-то более такие Какие-то спокойные Однотонные Ну не умею я Много цветов сочетать А ведьмочки Это единственная книга по номерам И опять я раскрасила Не ту картинку которую выбрала А мне на глаза попалась Вот эта девочка И мне Загорелось ее раскрасить Потому что по-моему Это максимальный космос Акриловые маркеры На волосах у нее Ельвыручка Которая Из фиолетового набора Ланго Не знаю как это правильно произносится Но не суть Маркеры У меня Я здесь пробовала Ну я не только здесь пробовала Но здесь Маркеры Дэнкси Мне прям в последнее время Не очень нравится В два В два слоя по-моему И выглядит достаточно так Плотно Симпатично Вот Ну и в целом Мне сама картиночка Очень нравится Еще одна Такая Супер отдыхательная Картиночка Но В то же время Очень милая Это Девочка в космосе Здесь у меня Чернила Малевич Они здесь прям Классно ложатся Я наносила плотненько Размывала А вот в этих местах Прям сильно Вымывала краску И девочку Самыми маркерами Раскрашивала Вот там где я пыталась Вымывать краску Протекло конечно Больше всего Это не очень принципиально И по-моему Такая симпатичная картинка Получилась Вообще ничем не дорабатывала Просто маркеры Для меня это такая прям Отдыхательная Отдыхалочка Опять же Как я говорю По цветам По сочетаниям Мне нравится Как вышло И Чернила Малевич Конечно Это моя любовь Я их периодически использую Прям Очень сильно люблю И последнее Это мифографик Лояш Я вам отсюда Показывала Кусочек Цез Не могу сказать Что мне сама картинка Очень нравится Потому что Как будто бы Она какая-то Несуразная В том плане Что Как-то сам скафандр У девочки Выглядит Странненько Но в целом Как бы И картинка такая Сказочная Фантастическая Я здесь Не смогла Нормально Передать Отцветы Вот этих звезд То есть Я как-то Начала На руке Еще более-менее Нормально Все было А потом Что-то пошло Не так Мне кажется Здесь намного Больше Всяких Отблесков Рефлексов Должно быть Но к сожалению Я это я И я не умею Делать лучше И Вышло Как вышло Здесь практически Ничего Нет Кроме Маркеров Так Это выглядит С обратной Стороны Чуть-чуть Я проходилась Карандашом Потому что Мне нужно было Как-то Высветлить Ей Вот это Стекло И я Просто Проходилась Белым Карандашом Вроде бы Как Так Выглядит По Гармоничнее Что ли Не знаю Вот И Здесь Я для себя Открыла Маркеры Мишу Потому что Они у меня Лежали Я их Не трогала И тут Начала У меня Жалко Было Маркеры Изводить На фонах Какие-то Хорошие Потому что Синих И пиолетовых Мне всегда Мало И тут Я взяла Мишу Мне очень Понравились Как они Тут ложились И я Кстати В других Раскрасках Тоже Их Использовала И в Каролине Я ими Раскрашивала В Каролине Кубиковской И в Космонавтах Мне Очень Мне как-то Пришлись По душе Единственное Здесь Серые оттенки Насколько Я помню Я брала Из маркеров Охуху И они Прямо Конечно Очень хорошо Уложились Приятненько На цветах По-моему Во всем Остальном По-моему Во всем Остальном Были Мишу Маркеры И на Этого У меня Все Да Достаточно Такие Скромненькие Результаты Но я Все равно Довольна Что Получилось Снять Это Видео Не Забывайте Проходить К Юле На Канал Ссылка На Ее Видео Будет В Описании И Всем Спасибо Огромное За Внимание Всем Пока